Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и как всегда давайте посмотрим, что происходит с биткоином. Сразу хочу сказать, ребята, если вам нравится криптоконтент, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, тем более, что нам отключили монетизацию. Но мы продолжаем все равно для вас делать то, что делаем, поэтому да. Не забудьте подписаться на наш канал, на наш второй канал по ссылке в описании, который сейчас появится сверху вот там, где мы делаем переводы зарубежной аналитики для вас. CryptoCommons 2.0, тоже на него подпишитесь и поставьте лайк. И мы начинаем, погнали! Ну что, ребята, биткоин у нас находится в принципе-то вот в этом треугольничке все это время, и столько здесь эмоций, что просто с ума можно сойти. Вот тут мы пампим к верхней границе, все начинают тузымунить, включая меня, там говорить ура, там мы летим на 100 тысяч. Потом мы падаем, снова к нижней, все говорят, все, медвежий рынок, 14 тысяч. Но на самом-то деле не все так плохо, я вам хочу сказать, потому что локально вот 4-х часовик, часовик, тут просто безумие. Но мне, кстати, нравится эта волатильность, вот эта бешеная волатильность, это трамплин волатильности так называемый. То есть видно, что есть сила в рынке, как минимум. И посмотрите-ка, несмотря на все достаточно жесткие события, биткоин нифига не задампился, даже как СМП-ха. Посмотрите, биткоин держит уровень. И держит уровень глобальный, вот этот уровень 30 тысяч, где были желтые точки вот здесь. И держит уровень локальный, который выше, в районе 34, тоже удерживает. То есть такую структуру двойного дна на дневках мы, грубо говоря, рисуем. На дневках мы очень-очень тоже неплохо выглядим, потому что у нас все еще есть повышающиеся минимумы и повышающиеся максимумы также. То есть мы находимся в таком как бы восходящем канале, восходящем боковике. И смотрите, какую интересную я нашел штуку. Мы с вами говорили в прошлые разы про медвежьи сигналы, про недельный манифлоу, что он вот-вот он опять снова, смотрите, начинает краснеть. Вроде как и медвежья дивергенция опять же там, да, несмотря на то, что здесь есть еще скрытая обычая, но это ладно. Короче, мы говорили о том, что да, мы можем еще упасть, все боятся падения. Теперь смотрите на дневной таймфрейм. Здесь ситуация обратная. Здесь красный манифлоу уже подходит к концу, как вы можете видеть, да. То есть вот у нас была, смотрите, медвежья фаза. Опять же, манифлоу заторможенный индикатор, он показывает уже конец медвежьей фазы. То есть, грубо говоря, нужно заходить. Потом пошел памп, вот он показывал бычью фазу. Ну, бычью фазу, кстати, он неплохо показал вот с этого момента и до примерно вот этого момента. Потом он снова показывал медвежью фазу вот здесь тоже неплохо. И сейчас, как мы понимаем, она в принципе уже снизходит на нет в какой-то момент. Хотя, конечно, если мы сейчас будем падать, то она будет еще делать вот так. Но, в целом, я думаю, что здесь хороший момент. Посмотрите, вот эти уменьшающиеся горбики. Тоже хороший знак. Смотрим за манифлоу. Если он зеленеет, то олынем, как говорится, на всю котлету. Шучу, конечно. Если он зеленеет, то просто значит, что мы готовы к хорошему движению. Типа того. Вот, что я вижу сейчас по биткоину, ребята. Вижу очень схожую картину вот с тем, что было у нас летом прошлого года, когда тоже все продавали, не верили, говорили там про 20 тысяч, 15 тысяч и так далее. А в итоге, что мы видели, как мы развернулись и поперли наверх. Сейчас, думаю, что наиболее вероятен примерно такой же сценарий у нас будет. То есть, мы просто начнем резко выносить все шарты, как обычно и бывает на росте. Вот. Потом, опять же, смотрите, вот у нас пробитое сопротивление, ретест его как поддержки, и мы снова удерживаемся выше. Вообще, выглядит все прекрасно. Если измерять коррекционно, куда мы можем отскочить по FIBA, если вы верите в то, что это медвежий рынок, да, ну, вон, мы падали же вроде как, но окей. Если мы накинем FIBA от этого high до этого low, локального, то вы можете сами видеть, что до 38 уровня мы уже практически дошли отскоком. Теперь у нас следующая цель – это 58 уровень в районе 51 тысячи или 61,8 по FIBA в районе 55 тысяч. Золотой карман. Если вы верите в то, что это коррекционная дохлая кошка, и мы дальше идем вниз, то все равно мы можем вот так слетать. А если вы верите в бычий сценарий, что, на мой взгляд, довольно-таки правильно делать, то вам даже никакая FIBA не нужна, потому что вы понимаете потенциал биткоина, вы понимаете, что мы находимся с вами в очень крутой точке для аккумуляции, исторически и практически. То есть мы очень низко и по логарифмическому каналу, и по бимбенс каналу, то есть мы находимся в зоне аккумуляции или реаккумуляции, но никак не распродаж. Зона распродаж у нас с вами выше средней полосы и, грубо говоря, вот в этом регионе, куда мы еще даже не дошли в этом цикле. Так что я думаю, все будет за шибитлз, тем более вы видите, что происходит с золотом. Золото выходит из накопления и начинает люто пампить. Ну, точнее, пока-то оно еще даже особо не пампит. Это там, кто торгует пятиминутки, уже там в восторге, в эйфории купаются. Но на самом деле опасно торговать золотом именно вот так вот трейдить-трейдить, потому что оно может резко очень тоже ходить туда-сюда, но мы этого в долгосрочной картине не увидим. В долгосрочной картине, я думаю, что будет просто вот такой тузамун в итоге. И напоминаю вам, что золотом вы можете торговать на Femex, на нашей любимой бирже, ссылку на которую найдете в описании, на Femex, регистрируйтесь по ней. И можете торговать здесь золотом, причем до 100x, ну дисклеймер, естественно, это опасно, но золото, на нем на самом деле пятые-десятые плечи, можно довольно-таки безопасно торговать, если понимать, что делаешь. Я лично разгруженный, до сих пор сижу вот без позиции, жду чуть более серьезного откатика. Если дойдут, зайду дальше наверх, если не дойдут, подожду, посмотрю. В какой-то момент все равно его дадут. Сейчас пока не залетаю. Хотя, может быть, уже частично неглупо было бы добирать, потому что золото прекрасный хедж от того безобразия, которое у нас сейчас происходит с вами на рынках. Вот, ну и, собственно, что? Я еще раз говорю, все дергается, вон, все переживают, что там вчера мы отросли на 42, все орали тузыму, сегодня упали обратно на 38, все орут тузыдно. А по факту мы стоим в боковике, и Dash неплохо себя чувствует. Слушайте, Dash пошел. Ну, Dash лучше держится сейчас, чем биток. О чем нам говорит график Dash BTC, который вырос уже на 7% за сутки. И вот, собственно, то, что мы с вами тут и рисовали в последний раз, эта дивергенция, она начинает отрабатывать, мы пробиваем сопротивление по Dash BTC, посмотрим, как мы дойдем до этой цели. Я думаю, что это даже не цель, это так, разминка. А глобальные цели у Dash BTC вы знаете прекрасно где. Вон еще сопротивление у нас не пробито. Тут Dash еще пахать и пахать. Так что, ну, тут мульти-иксы вообще, ребят. Тут мульти-иксы, которые обязательно случатся. Вы даже не переживайте. Просто нужно докупать и держать монету. Вот, Dash к доллару, раз уж мы его смотрим. Вы меня просите просто все время смотреть Dash, но я не знаю, что тут смотреть. Тут ситуация не менялась за последние... глобально за последние несколько лет, если честно. Вот мы, ну, там, 2-3 года, мы в этом накоплении с повышающимся уже минимумами. С желтой точкой вот здесь вот. То есть, в принципе, это надо набирать и лететь в космос. Тут вообще вариантов других нет. Лететь в космос, просто вопрос сейчас или чуть позже, но это по-любому будет так. И тут как хотите. И не только с Dash. И с Чио будет так обязательно, как было с Шибой, там, и с Догами. Обязательно так произойдет, как только вы все продадите. Поэтому смотрите сами. Хотите, продавайте. Я не продаю. Что нам говорит Altcoin Season Index? Он говорит нам, что сейчас не альт-сезон. Сейчас идет бит-сезон за эти 3 месяца. Тем не менее, единичные монеты обогнали биткоин. Вот такие, как Osmo, Waves, Leo, Luna, Atom выстрелили достаточно хорошо. И NIR, протокол, FTT и Frax тоже. Для меня это знак, что вот эти альты сейчас перегреты немного, их покупать лучше не надо. Хотя в тренде в моменте они идут наверх. Для меня это знак того, что вот, у нас биток потерял 15% за 3 месяца. И вот эти все альты, которые рядом с ним, плюс-минус, также потеряли чуть лучше себя показал Ripple, Maneira, Avax, H-Bar и вот эти FTM, Clay. И чуть хуже, соответственно, все вот эти монеты из первого полтинника. Omi, Mana, ETC, Dodge, Link, Matic и так далее. Короче, на самом деле, если присматриваться к покупкам, то скорее вот к монетам, которые еще сильнее упали. Но 3 месяца это не показатель, ребята. Надо смотреть за год. За год картина другая. За год мы, в принципе, уже в Altcoin год входим. И очень близко осталось вот 3% до того, чтобы здесь было написано, что это Altcoin год. И тут, конечно, ситуация более понятная, что за год запампили Axikov, Lunu, Solanu, Sandbox, Matic. Видите, Sand был за 3 месяца перепроданный, но за год он перекупленный все еще. Поэтому аккуратней с Matic, с Mane, с Sand, с этими монетами. Аккуратней, потому что они уже перепамплены. Вот эти более-менее норм еще, включая там и ETH, Ripple, и Atom, и BNB именно за год. Но BNB за 2 года очень сильно улетел, поэтому тоже аккуратней. А вот эти монеты сильно недокуплены, как вы видите. Тут и Litecoin, и EOS, и Polkadot, и Cake, и XLM, и Flow, Uni. Ну, дофига, короче. Так что вы можете смотреть сами этот сервис. Опять же, по ссылке в описании крутите вниз, аналитика и графики. Вот он здесь есть. Индекс Altseason, вот он. Это ссылка. Также есть ссылка на CoinGlass. CoinGlass показывает нам разные полезные метрики, как соотношение Long Short на всех биржах. И вот Funding тоже. Funding Rate. Я смотрю, сейчас вижу, что по Funding практически все в шортах на всех биржах. В лимитных шортах. То есть это не значит, что они все стоят в шортах. Это значит, что заявок больше на продажу, чем на покупку. Так, наверное, будет правильнее говорить все-таки. Потому что все в шортах могут быть вырыночных, а заявок больше лимитных на продажу. Соответственно, если вы вставляете заявку на покупку в Long, лимитную, то вы получаете Funding Rebate. Это говорит о том, что да, спекулятивно большее количество людей хотят зашортить. И я думаю, что именно они сейчас и станут триггерами шорт-сквизов. А шорт-сквизы – это вот такие вот палки у нас, ребята, с вами, чтобы вы не забывали. На ETC у нас был гигантский шорт-сквиз. Вот он. Он же Pump. Поэтому, слушайте, Pump не за горами. Вот что я вам скажу. Pump не за горами. И еще в этих ссылках есть ссылка на HDR Trade, собственно. Это вот то, что я смотрю, где 10-секундный график. Полезная тоже движушка. Но также есть ссылка на TRDR. TRDR.io. Очень прикольный сервис. Тут вы можете смотреть, во-первых, агрегацию стаканов со всех крупных бирж в одном стакане. Вот у меня по Dash. Я вижу заявки из Binance, из Phoenix, из Poloniex. По Dash, кстати. Вот мы видим всех лимитных продавцов, но их не так много. Но если вы смотрите на Bitcoin, то тут вы найдете тоже много интересной информации в плане тех же лимитных заявок. Вот мы видим достаточно большая плита на уровне 44 тысячи. Вот здесь была, но ее сняли, походу. Вот у нас заявки на покупку крупные. Тоже 38, 400, 38, 37, 500. Индикаторы эти называются Order Book Top Levels. Также есть Order Book Overlay. Вот такие вот штуки. В общем, можно смотреть, прекрасно видеть, что происходит в стакане. В стаканах бирж. Но вот, как мы видим, здесь покупатель достаточно плотный. А продавца-то особо и нет. Поэтому лететь есть на чем, ребята. Лететь есть на чем. Это и покупатели, это и закрытие рыночных шартов, это и ликвидация маржинальных шартов. Это все покупки. По ETC на дневке желтая точка, по эфир-классику, возможно, хорошо отыграет. Вот тут у нас тоже была желтая точка. Это потом был Corona Dump. И после этого мы улетели на MultiX. Возможно, еще нас помурыжут, но я думаю, что мы увидим продолжение тренда по ETC, потому что это явно разворотная бычая формация на фоне вот с этими вот вялыми красными движениями. Понимаете? Это, походу, просто поглощающий импульс. Первый импульс, первая волна, грубо говоря. Сейчас вторая коррекционная. И мы сейчас пойдем в третью. Я так подозреваю, что по ETC будет. Рубль, 131 уже доллар в смысле. Охренеть просто и не встать. А, ну это на Форексе, да? На Binance 118, да. Ну вот они, опять же, спекуляции. Биткоин к рублю, как мы с вами смотрели, переписывает All Time High, что является очень бычим знаком в долгосрок для крипты по отношению ко всем остальным фиатным валютам. Вот так вот должен выглядеть график биткоина, ребята, к доллару. И он обязательно скоро будет так выглядеть. Просто уж поверьте мне. Так, давайте глянем еще эфирчик, который обычный эфирчик. Так, обычный эфирчик. Тоже у нас есть повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы. Ну, в принципе, график очень похож на биткоин. За исключением того, что вот если мы посмотрим и в BTC, то мы видим, да, что последнее, сколько, с декабря месяца уже по март. Короче, в два месяца мы находимся в нисходящем тренде. А до этого были в восходящем тренде. То есть, соответственно, эфир рос чуть медленнее к доллару или падал чуть быстрее, чем биткоин все это время. Но мы, смотрите-ка, пришли прям точно на экспоненциальную поддержку, которую я натягивал здесь. Это не значит, что она точно отработает, но это значит, что вероятно, что она отработает. И в BTC тоже сейчас развернется и попрет дальше. И в таком случае нас ждут по эфиру мультиэксы. Как бы с одной стороны эфир уже очень сильно перекуплен. Давайте так. Он валялся вот там внизу и стоил, как Dash сейчас или Litecoin, там по 100 долларов. И да, он выдал уже мультиэксы, там 50 иксов плюс-минус. И в какой-то мере я его даже шарчу. То есть, например, я торгую или там меняю эфир к дэшу или эфир к лайткоину. Я вам показывал, да, графики тот же. Лайткоин к эфиру на абсолютном дне. И тут как бы по фибоначчи ему лететь на мультиэксы. Дэш к эфиру тоже самое на абсолютном дне. И тоже по фибоначчи ему лететь на мультиэксы. Но сейчас мы к этому вернемся. Но сам эфир, это не значит, что его надо шартить. Сам эфир может улететь на 2, 3, 4 икса. Может. Просто при этом Litecoin или Dash улетят на 20, 30 или 40 иксов. Понимаете? Поэтому по эфиру, в принципе, картина бычья, на мой взгляд. Опять же, дневной манифлоу красный подходит к концу. А раз уж мы начали тему, то Litecoin к эфиру я еще раз показываю. Это и Litecoin к биткоину, там плюс-минус те же цели. Это просто гигантский падающий клин с целью в несколько иксов. Там уже сами расставляйте. Вот у меня начерчено, тут примерно 5-10 иксов цели. Так же, как и по Dash к эфиру, там даже еще большие цели. То есть, что это значит? Если у вас есть, грубо говоря, один эфир лишний, не всего. Если у вас всего один эфир, то тогда хотя бы часть этого эфира можете разменять. Но если у вас есть, скажем, там 2 эфира, например, хотя бы, то вы можете один эфир смело, на мой взгляд, менять на те же Dash, на тот же Lite, на тот же Zcash, там, Bitcoin Cash. На то, что исторически стоило дороже, а сейчас стоит сильно дешевле по отношению к эфиру. Если у вас 10 эфиров, то вы можете и 5 так поменять. Ну, это уже зависит от вашего риск-менеджмента. Вот. Так что, я думаю, все будет нормально с таким движением. Короче говоря, мой прогноз, вы знаете, я жду переписывания all-time high по Bitcoin к доллару, так же, как мы видели, по Bitcoin к рублю. Соответственно, я жду примерно x2 по Bitcoin сейчас. И это вы сами понимаете, что, скорее всего, x3 по эфиру, x10 по Litecoin, там, и x100, может быть, даже по Dash. Поэтому дисклеймер, не финансовый совет. Я художник, я так вижу. Торгуем аккуратно, с холодной головой, с риск-менеджментом, ставим стоп-лоссы. Либо не жадничаем с большим плечом, потому что стоп-лоссы выбивает. Все ссылки в описании. Хорошие биржи. Femix, Babbitt не собираются блокировать средства россиян. Надежные кошелечки. Наш Telegram-канал, обязательно подписывайтесь. Наш второй канал, тоже подписывайтесь на него, где мы делаем переводы зарубежной аналитики. Рабочие обменники замечательные. Если вам нужно быстро купить, обменять, продать крипту, вывести в фиат, замечательные обменники работают как часы. Сбербанк, Тинькофф, что тут там, Манера, Dash, пожалуйста, все летает. Ну, а с вами был Гриня, это канал CryptoCommons. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем профитроли и скоро увидимся, пока. Субтитры сделал DimaTorzok